очки маска или межгалактическая забрала для звездных воин попытаемся разобраться друзья всем привет на связи вы на канале где мы общаемся на моноколесную тему и как видите сегодня у нас на повестке дня нечто нечто то что доселе я в руках не держал и теперь можно сказать что я видел все с вашего разрешения я сниму эту а также сниму шлем потому что жарковато честно говоря друзья что вам сказать у меня есть очки солнцезащитные для катания на велосипеде на моноколесе как прозрачные так и светоотражающие имеется ввиду зеркальные у меня есть маска маска полностью прозрачная для моноколеса вроде бы если я ее не отдал есть маска для сноуборда зеркальная не зеркальная но это то что я сейчас держу в руках честно говоря у меня не поддается никакому описанию потому что понять что это такое но лично мне сложно то есть это некая забрал которая оторвали от шлема и привинтили к нему дужки от очков интересная вещь давайте посмотрим и разберем и самое интересное в этом деле то что продавец я покупал это на алиэкспрессе позиционирует эти очка маски маска очки не для активного образа жизни да не для спорта для экстрима а просто как альтернатива обычным солнцезащитным очкам то есть просто глядя на фотки с магазина продавца там про какие-то ездовые характеристики навелся для велосипеда там для роликов для каких-то экстремальных видов спорта там не идет речь там идет речь просто вот просто выйти прогуляться и защитить глаза от солнца называется это full face защита и вы знаете такая full face защита от солнца она имеет свои плюсы имеет свои минусы с точки зрения моноколесника я попытаюсь это донести разобрать и выставить и высказать свое мнение выглядит это примерно вот так вот в таком виде она изображена если мы присмотримся потом вот то что меня снимает дальше видео я протестирую непосредственно в езде на моноколесе сейчас на дворе февраль месяц посмотрим как она отработает с точки зрения вот переохлаждение и конденсата из того что я успел заметить минусы минус 1 она довольно таки хрупкая то есть сравнивая с обычным с обычными солнцезащитными очками до или маской вот это вот вся бадья это по сути пластик или стекло стекло маловероятно пластик и поэтому если вы где-то что-то как-то зацепить и небрежно положите на стол или будете надевать и зацепить и за шлем то понятное дело что сколы у вас будут везде площадь понятное дело на больше чем в обычной маске и соответственно количество царапин она будет увеличиваться в геометрической прогрессии прислал продавец это очка маску вот в таком виде то есть она защищает 1 клееночка защищает вот так вот и вторая клееночка она была вот в этом пакете то есть каких-то пленочек которые до обычно сдирают снаружи или изнутри с поверхности тут не было дужки удобные жесткие держится на лице четко то есть нету такого какого-то разболтанного состояния для переносицы четкая такая штукенция которая ну не знаю насколько она хрупкая насколько она жестко держит но пока нормально с точки зрения эргономики с точки зрения эргономики мне лично она нравится то есть вот в первое впечатление знаете самое первое впечатление но наиболее ну как бы правильно учитывая что я не первый год катаюсь на сноуборде я понимаю как важен периферический обзор то есть когда сноубордист выбирает свою там первую маску он не обращает внимание на боковые на боковое зрение а у масок всегда есть какие-то рамки и поэтому если человек смотрит вперед а тут уже есть рамки то ну можно не заметить при езде на сноуборде то что у тебя происходит справа и слева поэтому у профессиональных сноубордистов там у лыжников если вы посмотрите какие-то видосы то у них маски вот такие вот огромные они вот так вот аж закрывают боковины тут у меня учитывая что рама как таковых нету я могу смотреть вот под вплоть до чуть ли не своего уха как слева так и справа то есть ничего по бокам мне мешать не будет ни солнце не ветер потому что маска но довольно имеет эти такую закругленную форму снизу снизу точно также защищает почти до низа подбородка сверху есть моменты есть нюансы глядя вот так вот сам на себя я смотрю меня такое впечатление что она как бы чуть чуть ниже чем хотелось бы но по факту если сравните с обычными очками то у меня даже видите закрывают брови то есть если были бы обычные очки они бы примерно были на этом уровне иметь маску которая закрывает вот примерно вот так вот закрывала бы наверно немного странно несмотря на то что это зеркальная такая штуковина я вижу в принципе все на солнце она будет смотреться еще лучше такую пасмурную погоду но лично мне комфортно обычно зеркальные маски они очень приглушают цветопередачу мне в принципе конкретно вот в этой маске мне довольно комфортно совместимость с шлемом как вы уже посмотрели с этим моим назовем так зимним шлемом она совмещается очень сложно то есть куда-то и и там впихнуть во внутрь ну будет проблематично я скорее всего сломаю маску потому что но поле до поля для разгона в этом шлеме ну довольно узкая с летним шлемом моим летним шлемом я думаю что она совмещаться будет но в целом опять же повторюсь глядя на магазин продавца там фоточки чисто девушек которые вот так вот надевают ходят по улице теперь если говорить про функционал этой маски сейчас поеду прокачусь посмотрим как и где что мне будет задувать или не задувать я думаю я думаю находясь еще не на моноколесе я думаю что первое мне задувать ничего не будет ни сверху ни снизу ни по бокам потому что когда я передвигаюсь даже нам в обычных очечах то мне поддувает нормально а вот насчет запотевания изнутри потому что даже если я вот сейчас сижу с вами общаюсь чуть-чуть подышал и уже вот в районе вот где-то вот тут вот у меня есть некие следы моего выдоха будет ли она проветриваться то есть маски как обычно устроены маски обычно устроены лыжные там сноморгические устроены с прорезями и чем быстрее вы едете логика какая чем быстрее вы едете тем больше поток воздуха пронизывает эту маску и тем быстрее она распотевает то есть просто стоя на месте до маска может запотевать но если вы двигаетесь воздух что она распотевает такой лайфхак кстати может кто не знал почему маски потеют тут как мы видим с вами никаких прорези нету соответственно вероятность того что тут будет циркуляция воздуха минимально особенно учитывая закругленные края по бокам в целом я считаю что этот девайс скорее такой типа быть на стиле то есть кто-то носит вот такие вот очки до солнцезащитные кто-то носит летом шапку то есть это вот чисто такой быть на стиле но мне кажется что именно функционал от такой маски он меньше чем я от нее ожидаю мое мнение что как альтернатива очкам она имеет смысл при одном условии если она у вас совмещается с вашим шлемом но предполагаю что в 8 из 10 случаев с вашим шлемом она не будет совмещаться это я выставляю на и ул x а сам продолжаю пользоваться солнцезащитными очками и маской если видео было для вас интересным прожмите в подобайку поставьте палец вверх напишите в коменты как вам эта маска на селе бы такую но и подписка если вам тема моноколес принципе интересно до новых встреч на а